Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Где уже 40 лет Ой, или сколько там Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Городцы Девушки отдыхают Вот тут Одень что нибудь Заходим Заходим Молодец ты, молодец. Обители у Господа много. Иди сюда, садись к нам. Тут Тараси, я... Что, запрел на много? Давай я почитаю. А как думаете? Учитесь пешку топить. Ну, одну такую, мальчей, возьмите. Я умею пешку топить. Возьмите себе домой, посадите в небесу. Какая? Горовку закопите, долгой, что ли? Да нет, она. Вот такая же, как дымит. Где пешка? Нет, не доходим. А, это куда? Ее не чистят. А ее надо прочистить просто сверху. Туда впустить. Деревянная вообще-то. Она просто холодная. А там это, как-то прогреваешь, как-то прогреваешь. Да нет, сейчас еще такие морозы. Сестры, потом расскажете все другую. Заходите. Творю небесный, утешитель душе истинный, и жизнь не сын, и вся исполняя. Сокровище благих и жизнеподателю прийди и вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души нашим. Отец нашим небесным морем теменем, Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, пребудь с нами, благослови наше собрание в этот воскресный день. Не дай нам уклоняться ни в лево, ни в право, но следовать строго по окравленным Твоим стопам. Тебе слава вас, Слава и Матцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и вовите веков. Аминь. Толкование Святых Отцов на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 22 глава, 34 по 40 стихи. А парисей, услышав, что он привел садукеев, в молчание собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Толкование. Любить Бога должно не отчасти, а нужно всецело предать себя Богу. Это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию. Другая, подобная ей, состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любовь всем людям. Так как две причины ведут к погибели. «Злые учения и растленная жизнь, то, чтобы нам не впасть в нечестивое учение, должно любить Бога всею душою, а чтобы предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего. Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди, а исполняющие заповеди любят Бога. Так что обе эти заповеди взаимно связываются, одна другую поддерживаются и обнимают собой все прочие заповеди. Кто, любя Бога и ближнего, станет красть или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать? 41 по 46 стихи. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын? Говорят Ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит, сказал Господи, Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он Сын Ему? И никто не мог отвечать Ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать Его. Толкование. По элику они почитали Христа простым человеком, то он опровергает их мнение из пророчества Давидова, раскрывая ту истину, что Он есть вместе и Господь, и таким образом проповедует свое божество. Фарисеи сказали, что Христос есть Сын Давидов, то есть простой человек, а не Бог. Как же, говорит он, Давид называет Его Господом. И называет так не сам по себе, а Духом, то есть получив откровение по благодати Святого Духа. Говоря, что это Господь не отвергает, что Он есть Сын Давидов, то только показывает, что Он не простой человек, происшедший от одного семени Давидова, но вместе и Бог по человеколюбию соделавшийся человеком. Святой Христос, как интересно, Господь связал нас между нами, всех нас связал воедино. Он говорит, заповедь главнейшего, возлюбить Бога, а потом возлюбить ближнего своего, как самого себя. Вот сейчас мы узнаем, любим ли мы себя. А как себя любить-то нужно? Если мы думаем о спасении своем, то тогда мы любим себя. Любим мы себя, да? Тогда любим себя, когда ближнюю свое любим, когда видим нуждающегося брата, когда видим, что у него не достает чего-то для элементарной жизни, то есть для того, чтобы жить, пить, есть, одетому быть, в тепле пребывать. В прошлый раз разбежались все, и вот это название о нужде наших, наших родных, близких наших, загуляевых, семья загуляева, мало услышал кто. Ну, холодно стало. У них там тоже холодно. Да. В квартире. Просьба такая вот, помочь, собрать деньги, чтобы провести газ. Там уже, собственно, он подведен к дому, только осталось там купить оборудование и поставить это оборудование. Но денег это стоит немало. Семья не имеет возможности. Сто тысячи меньше. Сто пятьдесят. Давайте поможем. Ну, как, для начала? Для начала сотку, если то все, газ будет длиннее. А там дальше уже. Знаем, что часто они отсутствуют, болеют. Конечно. А часто, а может, и основу по этой причине. Так что, любим ли себя? Ну, давайте проверим. Любим ли себя и любим ли ближнего своего? О болярщих. Татьяна Кузьминична уехала к сестре Нине. Ей понравилось. На курорт. Да. Пусть она поправит свое тело. Она нуждается, и обе нуждаются, и им там, обеим хорошо, взаимно хорошо. Молится вместе, и общается, и помогает друг другу во всем. Помоги им, Господи. А до какого она будет? Не видит. Ну, недели две. Как приедет, так увидим. Как путевка. Татьяна Александровна, не вижу я. Он здесь. Здесь? Вот она, на другом месте просто. Слава Богу. Раиса Николаевна, что знает? Кто они, что слышал? Раиса Николаевна? Да. Ну, она что-то плохо себя чувствует, как я понял. Она звонила? Да нет, я звонил. Может быть, навестить надо сестры? Да, сестрам бы кого-то навестить, было бы неплохо, я думаю. Она, потому что голос такой, неслабый, неслабый. Я ее звал, на службу, батюшка был. Людмила Степановна. Людмила Степановна. Людмила Степановна. Да? Ну, сейчас-то пускать по рядам. А что пускать-то? Все, не знаю, ко мне подходят. Как пустите по рядам? Зачем я буду пускать? Подходите ко мне, пожалуйста. У меня есть специальная емкость, куда можно власть. Емкость, это сердце, это банка. Ну, куда мне власть. В общем, вы самые главные банки по этому вопросу. У нас с чашками не ходят. С банкой. У нас с чашками не ходят, у нас не разрешено. С банкой нет, потому что нет батюшки, да и они были вот на крестовозвижении. Были. А вон твоя чашка. Антонины тоже нет, потому что она была же на крестовозвижении? Антонина Николаевна болеет. Кто? Антонина Николаевна болеет. Антонина Николаевна болеет, да? Да. Что, сердце или простуды? Нет, она заразилась. А, ну простуды. Простуды. Вы так сказали, что можно о чем-нибудь другом как-то подумать. Муж меня спросил. В нее возрасте. Еще кого мы не вспомнили? Ну, Мария Яковлевна где? Как у нее дела? Мария Яковлевна, кто знает, что? Ну, она дома была. Я с ней разговаривал, она только в больницу попала, она дома, она была. Ну, понятно. Я говорю, вы же были у Ольги, она говорит, да нет, говорит, я бы сейчас прорезли меня, я говорю, полетчи спала. Полетчи, значит, она уже дома. Да. Ну, Анук, изменишь, наверное. Ну, я не знаю, может быть, пока я лежал, что-то тут еще изменилось, как мне-то не говорит. Так. Валентина Ивановна, никто? Так вот, после того, как она была, никто не знает, не звонили, не звонили. На телефон она не отвечает, сама она не звонит, так что мы пока они ничего не знаем. Кого мы не вспомнили из болящих наших? Про Валерия, не забывайте, пожалуйста, Валерия, 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 который муж Натальи, мы Натальи тоже вспомните. Валерия позвонил, сказал, что не теряйте меня, у него там домашние дела. Не может он работая, но здоров. Я хотел о делах болящих, которые прошли уже, сказать слово. Значит, тут заболели дроботы у нас. Ну и там что-то непонятно было. Они ездят, ездят там несколько раз в эту поликлинику и толку никакого. Я думаю, то ли дурачество, то ли что. Значит, оказывается, просто не знают даже, как в поликлинику попасть. То есть, надо как-то на пульсе брать, как только они заболели, к ним надо кому-то взрослому ехать прям и все, за руку водить, особенно вот Несторо. Да и Фросиниу тоже можно. Ваня там у него своя там в Павловске есть, он там заходит, ему там проверят, он больной или не больной. А этот поехал, не знает, что метрики нужно с собой брать, что нужно брать, не знает. Короче, приезжает, просто там сидит. Отсидел раз, отсидел второй, на третий раз только попал уже, понимаете. Ну, матери нету, отец объясняться тоже ему не до этого. Поэтому надо помогать просто в этом плане. Надо прям обзванивать, прозванивать, начиная с понедельника и каждый день прозванивать как будто. Или скорее всего Ефросини лучше всего звонить. У тебя нету телефона. У тебя телефона нету, да? Отобрать у ЕНАФ и телефон отдать тебе. Да все, все, я шучу, все, успокоится. Ну, при тебе будет. У нас есть фершерский пункт, но фершер ушла в отпуск. Она сейчас поэтому такая в небесбериха пошла. Ага, в общем, все равно надо на пульсе держать, чтобы... А то он забудел, он уже неделю болеет, он уже рвит, его никто не лечит, лекарств никаких нету. Пацаненок загибается. Никто еще не поставил диагноз-то, есть, есть, что у тебя есть? Шерсть у нас очень мало есть. Ничего нету, вот в чем дело. И потом, и потом, не знаешь, то ли он не хочет в школу просто ходить, то ли что. Понимаете, да? Так почему много об этом говорили? Понятно, надо держать. Кто им звонит, Надя? Ты звонишь им? Местер, тоже не могу дозвониться, у него что-то куда-то тоже телефон пропал. В России нет телефона. Местер, я к тебе тоже не могу дозвониться. Ваня вчера, и позавчера. Звонишь, звонишь, тебе не дозвониться, ничего. Почему Станислав Юрьевич из Кургана, он вам дозванивается? Через Ваню он дозванивается постоянно, потому что Ваня постоянно с ним держит, он его держит на контроле, Ваню. И Ваня отвечает всегда. У него нету нареканий и Ваня вообще никаких. До вас не дозвониться ни для кого. Всегда быть на связи. Чтобы телефон не было такого ой, он разрядился, ой, я забыл. Чтобы он был при тебе и всегда был на связи. Я поняла, так главный вопрос, никто ее не поднимет, но у меня так всегда нет. Да что такое? Дырку над Тамарой не заткнули до сих пор. Да она заткнута, это пенопласт просвечивает. Не можно так. Белый. Пенопласт просвечивает. А здесь зачем они просвечивают? Потому что тут прикрой картонкой, а там картонки не хватило. Вот и все. И потом печка у нас будет топиться когда-нибудь? Когда-нибудь будет. Варвара и Мирон уже болеют. Когда-нибудь будет? Надо печку чистить, летом еще я уже поднимала. А чего не заболели Варвара и Мирон? Спроси. Потому что холодно было. Когда было холодно? Пять. На крещение. Батюшка растопил в пятницу. Ну растопил, пока она растопилась. По полу то ты одно дело вверху, они там стоят, но у печки стоят нам тепло, им там холодно. Ну никто пока Игнатий не приедет, никто сюда приезжать не будет, топить не будет. Что непонятного? Ну выходной-то хотя бы можно было пораньше прийти. А полю не взяла, я знала, никто не стопит. Кому прийти? Кому? Кто придет? Ну ты бы и пришла. Это надо мужчины кто-то. Ну тогда о чем раздирает? У нас воду только приносит Виктор Андреевич, больше воды некому принести. Ну ладно, перестань. Да, воды нет. Не воды ничего. Голубям есть, только Виктор Андреевич. Это надо сменциально, чтобы кто-то был, меня нету, все, меня нету и нету ничего, все, закончилось. А меня не будет уже. И Миши нет. Ничего непонятного. Миши нету тоже. Кого-то надо доставить на эту воду. По большому счету печку топит и до пяти женщины. Так что это вот надо почистить. Самое, это самое, ко мне походите. Я здесь. Надя, ты мне сказала, что хочешь шеститься, ко мне обратиться. Ну так-то затопите. Ничего страшного, все ненормальная температура. Сейчас все домой разъедутся, погреются и все. Я чай затопила, говорила, что не хочет. Ну не аж что-то у нас. Еще хотел поблагодарить Виктора Андреевича. Но у меня, как получается, знаете, есть как бы такие ранения, когда ранения, вот как на войне человек получает. Такой героический ты себя... Помните, как Шариков голова порезана? Это я на Колчаковский продам сразу все вложения. А ему не на Колчаковский. Положили его, разрезали там, делали эти эксперименты. И у меня то же самое было. Я пошел, потому что, ну... Ну экспериментов там не было, правда. Начались... Была операция просто. Начались при... Ну да. Начались при... Это я имею в виду у Шариковых экспериментов. Начались приступы и я пошел сам, поступил. Виктор Андреевич посодействовал, потому что там действительно поток такой. Люди уже знают, что делать. Там, ну в общем, как куда... Каждую мелочь все продумано. И к Александру Васильевичу Казакову я попал в хирург такой. И он... Такой интересный человек с горного Алтая интересуется всякими горными делами. Мы с ним там разговоры эти... Спрашивал у меня, как это там добывается золото и так. Ну в общем, интересно. И сделали операцию, проследили все до конца. Ну там люди все лежат приблизительно с такими же... Помогают постоянно. То есть, что-то там если будет впереди, они уже рассказывают это, уже знают, что надо делать. Там говорят, допустим, сильно боль не терпи, говорит, там проси это. А я только началось, я думаю, ну больно, не больно буду терпеть. А потом вспомнил, пришла медсестра, я говорю, мне что-то непонятно, как она говорит, сейчас подожди, пришла, раз, поставила. То есть, уже как-то помощь идет. Много сердобольных людей, хочу сказать. Да, только вышел я там, там один человек такой, он говорит, всегда есть на вот этот этаж или на отделение. Он бегает ко всеми интересуется. Как ты там, как там, ко всем, к женщинам, ко всем. Так, к чего, как у тебя, что там? А, это ерунда, это все нормально. Там он тебе расскажет, а у кого посложнее, он посложнее начинает посказать. А я тут уже месяц развернет у него, там, ну весь порезанный. А у тебя, что там ерунда? Ну, то есть, ну такими вот путями, как не через Христа, о Христе, конечно, знать мало кто хочет. Ну, распространил. Евангелие женщины разобрали. Два отделения там было, я прошел. Ну, а так там не походишь, потому что все болеют. Я думал, по этажам походил походить. Походил пустынно, как, ну, ходил, чтобы походить, наверное. Мало-мало кого там встретишь, поговоришь, ну, даст там Евангелие, все. Поэтому Сергей мне Павлович привез 100 штук, но я только половину смог распространить за один день. А потом дальше времени не было. Пока отошел сам. Ну, о Христе в палате разговаривал, мнения разделились. Двое, значит, отнеслись лояльно, а двое были просто до такой степени, что сказали, чтоб ты сдох и вся твоя церковь вместе с тобой. Да, это им не понравилось, что Ленин и Сталин палачи русского народа. Потом в Дальше начинаешь, когда уже ближе людей узнавать, у них тоже и разгулаченные есть, и все, все, то есть люди все понимают, а какие-то есть сиюминутные такие умозаключения. Вот до того, что и собаки твои быть прокляты там и все прочее. Но расстались со всеми по-хорошему, потому что все болеют, немножко вспыхнут, а потом ой, у меня там болит, тут болит, а кто-нибудь там нейтральный останавливает. Мужики, ну вы так распаляться нельзя, чего же вы так сильно зломитесь там. И одного этого дедушки, который сильно злобился, такой прям коммунистический настроенный, а потом сказал, а у нас-то в церкви тоже, у нас-то, в селе тоже церковь разрушили. Гады! Сначала, сначала, чтоб ты проклян был, а потом не нравится ему, что церковь вот порушил кто-то. Так порушили же и те же коммунисты или ленисты. Ну то есть как-то человек сопоставляет. И у него такой камень нашли, вот такущий, я прям его держал, 4, больше 4 сантиметров, вот такой огромный камень. Прямо как с куриное яйцо. Во весь, во весь вот этот пузырь с желчным. И к нему туда приходит, консилиуму приводит, и он такой сначала не понял, а потом видите какой камень этим? Как они называются? Студентом этим, студентом. Студенты смотрят, ну а хирург, который ходит, он подтверждает, да, это действительно, видите, уникальность какая. самое главное, что он дожил до 72 лет таким камнем, и у него ни одного приступа не было. Брата, дорогие, это не уникально, а я хочу сказать, что у тебя-то камешки тоже были, но они, это благо, это благо, что они, была перфорация стенки желчного пузыря, но она была, дырка, то есть, вот образовалась дырка, причем она не одна была, несколько дырок было в стенке желчного пузыря, но желчная не излилась, потому что дырки эти были в сторону ложа желчного пузыря, то есть, вот печень и в сторону печени, и там в печени есть воспаление реактивное, а если бы сюда наружу, то есть, в крышную полость, желчная излилась бы, и был бы желчный перитонит разлитой, от которого у меня тоже не очень не уникальная, да? Так что, слава Богу за все, слава Богу, помолитесь, чтобы Господь благословил Раба Александра, очень расположенный человек, но вот контактный, ну понятно, много раз беседовали, и вообще, это отделение отличается от других отделений, курящих вообще нет среди врачей, нет курящих, причем, заведующий, Игорь Александрович, Игорь Владимирович, оперировал ее 8 часов, оперировал, удалил все, что можно было, практически подарил целый год жизни, поэтому, вот, вон, корреспонселью, вообще не стали бы даже и оперировать, даже не взяли бы, не то, что там раскрыли, как говорят обычно, раскрыли, закрыли, закрыли, и все сказали, что уже ничего не делали, там уже известно было, рентгенологически, и это понятно было, что ее не взяли бы вообще на операцию, так что, слава Богу за все, и слава Богу, и благослови, что сейчас спаси Христос, но все равно вы пришли, вы у нас есть в общине, а вас бы не было, и не было бы года жизни у Насти, так или иначе, я сейчас побегаю на работу, у меня там человек сидит, ждет, вот, я это самое, хотела бы попросить, помните, просили, чтобы вот не сдвигалась с мертвой точки с водой у дроботов и с электричеством, вот, когда помолились все здесь вместе, в течение недели уже к среде вопросы ООО были решены, там уже взбодрили всех, ну, садоводство, конечно, там это не понравилось, потому что выяснилось, что не совсем все это там у них легально было сделано, ну, а по-другому тоже никак, провели эти столбы, укрепили и воду сделали, и запчасти Иван сразу нашел на второй же день, первую купил, она не подошла, потом другую купил, но она там недорогая, оказывается, недорого стоила, а все вот упиралась, съездить, найти, и вот все тянулось, сейчас у них еще одна, я им еще летом объявила, со свидетелями, потому что, когда пришла я в траве нашла трубу, я говорю, это что, и голову-то поднимаю, трубы-то нету, там вот такой огрызок, она отгорела за пять лет, свалилась, и валяешь, ну, на доме труба, она была короткая, я не специалист, но я понимаю, что труба-то должна быть длинная, и это там тяга, там какие-то вопросы, и говорят, когда короткая труба, это плохо, а там и короткая отвалилась, там остался огрызочек, вот она свалилась, и я говорю, а что вы не делаете трубу, ну, папа, я Андрею говорю, это вот почему она лежит здесь, а пришли этот как раз председатель садоводства, и дядя Степан был соседом, насос делали, я говорю, вот председатель, я говорю, если вы затопите, вы сгорите, у вас деревянный дом, у вас не металлическая крыша, у них андулин, это не металл, как вы будете топить, вот холодно сейчас станет, и все, время было август, говорю, делайте, не тяните до сентября, Андрей, да-да-да, все да-да, на той неделе спрашиваю, говорю, у вас же холодно, сделали трубу? Нет, сегодня спрашиваю, сделали трубу? Говорят, нет, отопится, а начали топить, а наверх залезло матрасы, лежат старые матрасы, прям свалились они вот так вот куча, и прям к трубе приложились, так оттащил эти матрасы, говорю, Еня, вы их уберите, два скинули, вообще драные, на полной ходили, у вас же там все это на потолке загорится, да они дети, что они будут смотреть, откуда у них? Ну матрасы они убрали, обещали убрать, а дети это настоящие, впереди жизнь, что дети, дети, надо учить их всему, надо доехать, Андрей не разрешит делать, никому он сам, ну вот помолитесь, чтобы Андрей разудрился, продрезвился, или я не знаю, что-то маленько понял, Он не пускает что-ли на них? Да он не будет никому разрешать делать это, ну а кто поедет? Он не пускает к своим, он не пустит, и сам не делает, у него есть большая лестница, да, вот тут раз вы покупали это вместе, длинная лестница, все у него есть, есть разговаривание, вот такая, есть большая лестница, не забывайте, когда начинает разговаривать, что у них еще отец там есть, который когда трезвый, он очень суровый, Я прошу помолиться, потому что когда помолимся, как-то начинает все сдвигаться, вот правда, надо около 4 тысяч, ты менял в этом году, из нержавейки трубы, нижней толщиной, толщиной, верхней, уже, он работает, как из кирпича, ты сложишь на крыше, над андулином, ну слово сгорят, опять же, если не понимаете, смысл длинной трубы, нет, ну лучше, конечно, попробовать кирпича бы сделать, сестра там помянула, там тяга и так далее, тяга может быть и с короткой, посмотрите, сейчас выйдите туда на трубу, и наношу трубу, ну кирпичей, 5 рядков кирпичей, вот так вот все, больше нету, вот вся тяга, ну это над крышей, брат, еще до крыши, выложен дымоход, в смысле, ну как, а, свечу идет, а у них-то такая же, точно петрушка, у них отгорела часть трубы, хорошая труба тем, что когда бывает, закладываешь, ну сначала, сначала начинается горение, то тягой, тягой выдувает частицы сажи, которые начинают загораться, и они прям искрами выходят, и когда они наверху, то ветер подхватил и унес, а если низко, то может быть такое, да, что, что, что ветер, ветер, там не ветер идет, а турбулентное завихрение, и может завихрить, куда-то попасть, а куда, там надо уже смотреть, прямо на андулин, чтобы легло, ничего не будет, андулин, 7 слоев защищения, и они все не горючие, он только горит, ты засунешь его в печку, вот сплавится все, а так ты его поджигать, это что вам не этот самый, не только, вы что, у меня тоже из андулина, можно я скажу, по-моему, если братья не ошибаюсь, Леруа продаются же эти трубы-то, да, трубы они стоят дешевко, они 500 рублей, 2 метра стоят, сонсом-то съездите, купите эту трубу, они недорогие, совершенно, вообще, там самое главное, нужно иметь руки, которые растут, не из задницы, а вот просто вот как-то так, если к его сестре родится, чтобы она его поддала, кто еще? Андрюха, ну да ты чего, он же вы так видели, очень сообразительный, ну понятно, он только, по-бухе, ты ему не надо, он же сам может это сделать, он бы дал, позовите отец Тепы, позовите, ну позовите, заплатите отец Тепы, скажи, давайте сделаем, помоги мне, и все, нигде его отца, отца не дождешься, отца не дождешься, потому что ему некогда, он другим займет, дай мне поедет, позовите соседа, или кто там, с кем хорошие отношения, сделайте сами, он сейчас уедет, и все на неделю опять, уезжает и все, так, надо еще у нас, где Инафа убежала, Инафа, все не целый день, Инафа, что-то убежала, вот убежала Инафа, а у нее, у нее последнее время было такое состояние, что ее хотели выгнать уже из этого колледжа, хорошо, как Сергей Юрьевич ступился, каким-то образом, я не знаю, как он это делал, переговорил с директором, и директор ее оставил еще, и она сдала какой-то экзамен, и у нее остается всего там один, какой-то весят, как называется, один, и причем, и причем ей идут навстречу, говорят, что пускай она там приходит на консультацию, ей там помогут, и так далее, вот, вот, я не знаю, как еще человеку рассказывать, уже, ей скоро на работу идти, заканчивать, а потом где-то искать работу, просто жить самостоятельно, она все у детей пропадает, как ни посмотришь, опять у детей, взрослым людям заходить туда не разрешается, все, вот сюда эту, и нахуй, вот сюда, пускай тут сидит, среди взрослых, и слушает, осталось закончить, полгода отучиться, не может никак, все, косяки, висики какие-то, косяки, висики, иди сюда, и нахуй, не бойся, не бойся, садись, иди сюда, не больно, горячим, дело все в том, что она сама не знает, чего она уже хочет, она уже взрослая, да, я говорю, Нестор, дай, чтобы Нестор у меня пожил, я не отдам, я хочу с Нестором жить, он выясняется, она живет у сестры, спрашивается, что ты Нестора отговорила жить у меня, спрашивается, задается вопрос, не знаю, как не отговаривала, конечно отговаривала, не отговаривала, не надо головой мне кивать, я все это знаю, Россия у Нестора, это вот сам так хочет, вот если так ты говоришь, ничего ты не знаешь, они зредные, мы с ее, ну, с этим, со Станиславом Юрьевичем постоянно общаемся, все мы знаем, она сказала, будет жить дома, а теперь она не хочет жить дома, что она живет у Людмилы Степана, она только первый раз переехала, она жила постоянно у текста своей, но тетка выгнала, тетка выгнала, потому что, потому что тетке показалось, что она ленится и никуда не ходит, а почему, потому что с 8 часов нужно работать, а она спит до 11, и она ее постоянно подгоняет, ты давай иди куда-то, иди куда-то, а мне не надо в этот момент никуда идти, с 8 часов все рабочие дни, ты уже не девочка маленькая, ты уже взрослый человек, сейчас она у Людмилы Степаны, давайте мы... Дело-то все в том, что как бы... Дело все в том, что перестаньте вы, хватит защищать непонятно что, ее сейчас выгонят окончательно с колледжа, и все, и дальше куда? Она... Ей нужно идти работать будет, колледж-то это путевка в работу, а не закончит колледж, куда пойдет она? Ты уже готовься работать, идти куда-то? А как иначе? На детские пособия, ты уже все, ты уже взрослая стала? Светка пьет, а Иннафа спит. А можно спросить у Иннафы, Иннаф, как у тебя там дела в колледже-то? Вот эти люди говорят, ты сама-то скажи, как у тебя там дела? Только правду, вот говорю все правду пока, не надо вот полу-лукастов эти, потому что мы все равно узнаем все. Сдала ли ты экзамены, которые ты должна... Ты мне ни разу правду не сказала, сколько я с тобой разговариваю. Все сдала? Да. Ну давай все, говори, она все сдала. Я сдала. Хвост-то есть? У меня осталась просто строчка, я не успела сделать вчера, одну строчку. И то я в понедельник это сделаю, но на пары я уже буду ходить. Все, у меня все закончено. Она даже еще на пары не ходила. Еня, вы дорогая моя, вот ты говоришь, что не успела сделать строчку. Сколько времени нужно сделать строчку? Сколько? Ну, скажи, 12, просто не упорно. Твою строчку, твою. А какую теперь нужно сделать? Три дня делать. А, низ подклада. Сколько нужно времени, чтобы сделать строчку низ подклада? Минут 30. Тридцать. И ты не успела. Во сколько ты легла спать? Вчера? Надя, это работа не двух дней, я в шагу руководила. А если пол-одинадцатого легла, что смертельно это было? Значит, что? Значит, просто ты не захотела сделать. Ты согласна? Согласна. А что тут делать? Конечно, соглашаться нужно. Если ты знаешь, что это тебе важно, что это необходимо для того, чтобы тебе защитили за прошлый год уже учебный. Это безответственность просто элементарная. У меня есть письма вашей маме. Вот я их принесу. Почитайте. Как она плакала, когда писала эти письма. Помните мать вашу, родную, которая беспокоилась о вашем будущем. Ты что, хватит? Ради памяти о маме своей. Старайтесь. Взрослейте побыстрее. Вам сама жизнь заставила вас взрослеть быстро. Впереди большая, сложная жизнь. А они в игрушках сидят, понимаете? Ты только что в игрушках. Призналась, что полчаса тебе надо было только еще приложить усилия, и строчка была бы готова. В понедельник ты уже могла бы сделать. А ты говоришь, я в понедельник, наверное, сделаю. Сегодня. Или сегодня. Значит, сегодня же сделать. И я хочу вам сказать, сейчас раз она сказала там строчку какую-то, и это еще не все. Еще что-то есть, подводный камень. Она просто не скажет это. Она не говорит никогда. Она держит, это держит. А потом я узнаю от Станислава Юрьевича, что этому в кровать нассали. Отец там их бьет, отбирает продукты. Откуда это все? Почему ничего не говорите здесь? Я говорю, это может неправда? Он говорит, какая неправда? Я говорю, когда приезжал, хотел рожу набить этому гаду. Хорошо, что он мужик сдержанный такой. А он здоровый, он может набить. Один раз даст, это будет считаться, не набить можно, а без башни остаться. Вот происходит-то что, и ничего не знаем. Все скрывается, все. И у нее то же самое. Сейчас вот Людмила Степанова поближе, может, что-то больше будет знать, а то еще и нет. Давайте помолимся, чтобы все у них хорошо. Что-то скрывает, все, все, срывает. Не помолиться, ничего. На данный момент Степан Юрьевич звонил в пятницу куратору, поговорил. Потом позвонил мне и сказал, сначала вот действительно со слов тети там вот этот кипиш подняли. Тетя просто неверующая, она с ней поссорилась, наговорила лишнего. Все нормально, сказал куратор. Еня посещает. Там была договоренность, что она временно на пары не ходила, готовилась индивидуально с преподавателем, все хвосты закрывали и готовили курсовую. Сейчас самое главное, для чего она сейчас живет, переехала вчера, переезжала, она почему-то не дошила, каналы вещи, швейную машину, все перевезти, она приехала поздно. Перевезла? Она все перевезла. Да сегодня сделай эту строчку и выйди на пары. Как нормально. Она переезжает сейчас, Людмиле Степановне временно, да, переехала вчера жить, чтобы та, во-первых, ее будет контролировать, вместе будут молиться, чего не было у тети, где безбожно. Вот это все существование. И будет все успевать, ходить на занятия и готовиться. У нее 21 октября сдача курсовой. Если она ее не сдает, дальше смысла учиться ей нет. Вот сейчас об этом и речь, что она даже оставляет вот этих детей, потому что она допозднает, этим будет учиться с 8, там может быть до 8. и ей ездить просто вот это вот 2-3-х часовое по темноте утром, по темноте вечером, она будет жить у Людмилы Степановне, ради того, чтобы ей закончить и получить образование. Дети, вы теперь там просят и за старшую. Продукты куплены, крупы, рыба, мясо, масло, яйца, все в холодильнике есть. Вам помогли, вы знаете, кто. Еня купила. Готовить о том, что они там голодают, это неправда. У них все есть. Только нужно готовить, соблюдать режим, не спать, в школу не опаздывать. Фрося, вместо желаний. Не ждите вас, ни папа не разбудит. Еню самую будить надо. Она не будет вам звонить, вас будить. Сами берите себя в руки и учитесь. Заводите 2 будильника. Все. У Ени, если она сейчас вот не будет пропускать и будет готовиться, она сдаст курсовую. Дети не глупые, все не глупые дети. Не больные, не глупые. Они все сделают. Им нужно помочь. Режим соблюдать, молиться и вовремя ходить, не пропускать и не опаздывать. И все, на тройку 100% можно сдать и пройти дальше на следующий этап. Уже готовиться к дипломной работе. Надя, поэтапно, поэтапно, рассказываю. Поэтапно, Еня сейчас у Людмилы Степановны. Хорошо, это плюс. Дальше Ваня, он в Павловске учится, все, он отболел и теперь в Павловск уезжает и там учится, продолжает учиться. Все. Остается вот двое их всего. Вот Ефросиня, 15 лет. И вот 13 лет отроку. И папа у них есть. Все. Папы нету. Он не готовит ничего. Он ему не приготовит, даже не скажет, готовьте. Вот папу не надо унижать. Это папа. Теперь все. Да, кого унижать? Он сам себя давно уже не нужен. Не же Плинтуса. Теперь все вот на Фросе, понимаете. Это может помочь и так далее. Готовить может только Фрося. Фрося постоянно с гаджетами находится на своей кровати. И Станислав Юрьевич просто в колокол бьет и сказал, встань, говорит, на собрании и скажи всем людям, что Фрося самая из них всех ленивая. Даже ленивее, чем Енафа. Енафа, ладно, там, с занятиями и так далее. А Фрося со школы ничего не делает. Девчонка умная, как дом совета в башках. А готовить не хочет. И готовить-то для брата. Но и отцу заодно приготовить. Может, получше к вам будет относиться. Продукты есть, все есть. Только единственное, убрать гаджет. Гаджет убрать. Гада этого убрать. Он называется гаджет. Без него не могут. Я объясню. Так о чем речь идет? У меня дети учатся в школе, выпускница. Я знаю, в чем причина. Это не гаджет. Этот гаджет он же ей купил. Потому что покупать учебники денег нет. Сейчас все тесты. Вот мой ребенок сидели. Мой ребенок в компьютере. Они точно так же сидят. Но у них есть компьютер. Они в компьютере это не вылезет. Потому что все тесты, все подготовки, все задания. Подготовка к экзаменам, все там. Все в интернете. Нужно обращать 80 вариантов. Их купить нереально, это дорого. Мы вот один купили, вот там 400 рублей. Да даже преподаватели нам не говорят, купите книги. Они дают нам ссылки. Сайты. Сколько нужно приготовить вермишалевый супик, скажи мне? По поводу приготовления, я скажу, Нестор тоже может учиться готовить. У меня одного возраста с ним он готовит. Я понимаю. Поэтому не надо все перекладывать на нее. Она девушка, ей это сильно пригодится. Не надо защищать себя. Я не защищаю. Я говорю, что он может тоже разделить с ней вот этот вот крест. Приготовление пищи. Ну конечно, это обязательно. А как еще иначе? Он готовит место. Молодец. Ты готовишь место. Она не может. А. Это стыд сразу подводить. Но он и себе нравится. Тоже лучше. Вы готовы. Дело все в том, что вот мы сейчас поговорили. И снова сейчас через это. Мы постоянно каждый день по 2-3 раза общаемся со Станиславом Юрьевичем. Он постоянно с Ваней. А Ваня знает всю подногоднюю семью. И он мне, Станислав Юрьевич, через меня опять передает. Он говорит, звонит им вечером. Что сегодня ели? Ничего не ели. Как ничего не ели? Ну, ничего не ели. Готовили. Нестора он даже не спрашивает. Нестор постоянно начинает крутиться. Как уши под вилами. А Ваня, он говорит, Ваня пока единственный, кто отвечает всю правду. Он и о Ене расскажет, и о всех, короче, он рассказывает. И о себе покаяться еще. То есть, ну, задатки неплохие оказывается. Да, мне кажется. И Станислав Юрьевич поэтому все знает. Я им вчера рассказывал эту сказку. В некотором государстве, Саши, жили дробуты. Было два мальчика, два сына и две дочери. А отец и так был этот. Ну, в общем, короче говоря, не было почти. В постоянных командировках. Очень глубоких. Называется Синяя Яма. И у них был еще такой дядя один с кривым носом. А у него было всевыдящее око на 160 килограмм. Вот это всевыдящее око, оно мне все докладывает. Понятно? И поэтому я знаю, что вы не готовите и голодом там сидите. А продуктов у вас куча. Вы понимаете вы к чему? То есть, мне надо приезжать и сидеть рядом с вами. Ну, давайте готовить будем что-нибудь. Да, давайте. Он говорит, когда я вам приезжал неделю, говорит, вокруг все крутятся, все. Еня там, фросят, готовят. Да такие разносолы всякие. Я говорю, правда? Да вообще, говорит, даже нету понятия. Потом, говорит, сядем вместе какой-нибудь фильм. Я поставлю такой познавательный, смотрим. Выйдет, говорит, только Андрей такой. Выйдет, посмотрит, головой покачает. Потом начинает у них выяснять. Вы что-то с этим мужиком? Я же вас отец. Я же ваш отец. Ревнует. Ну так ты, отец, не пей водку, садись и смотри вместе с ними фильм, какой надо. Ты-то смотришь другое все. Им это не надо. То, что ты хочешь. Вы перестаньте виниться. Готовьте, готовьте себе. Вы желудки, во-первых, угробите. Угробите. Во-вторых, это тогда какая помощь от нас? Никакой помощи нет. Мы поговорили, разошлись. А они вот и ныне там. Я не говорю гаджеты, что они плохие гаджеты. Что там, они понятно, что помогают детям сейчас в учебе. Это ясно. Но они играют и в игрушки тоже. Понимаешь, в чем дело? В игрушки играют. И если говорить Станислав Юрьевич, что они играют в игрушки, он у них допросы проводит, и они признаются. Вы понимаете, нет? А вы опять начинаете что-то защищать. Зачем близки? Да и защищаем. И опять то же самое придет. За игрушки никто не защищал, Игорь. Надо переворачивать наши слова. Ну а зачем вы тогда начали говорить про гаджеты, что что-то мне доказывают? Как будто я какой-то тупорыл и ничего не понимаю. Все, брат, я сам присоединился к твоей заботе. Будем контролировать. Да, вот это самое главное из чего. Вот Надя взялась и Нарюша. И вот пускай бы она и звонила. Если на то уж дойдет до того, я до такой времени, я как-то неожиданно получился в центре. Потому что со Станислав Юрьевичем, с братом Иоанном из Кургана мы как-то сошлись. И характером, и атмосферой. Он мне поверил как-то, а я ему. Не безразличие, слава Господу. Татьяна Александровна, говорят, что вы многое можете просветить. По поводу учебы и деньги, да? Ну, ЕНАФа вот не сдала одно изделие. У них по итогам предыдущего учебного года нужно было ей сдать платье отработать, юбка и жакет. Жакет на подкладе. Это сложное изделие. Вот оно, это изделие у нее сейчас до сих пор. Но она шьет. Она мне сказала, шьет. В училище я не ходила, не смотрела, до какой степени там шьет. Но ей нужно подвести подклад. Подклад подвести могут только вот, если так вот рассуждать. Вот я, как это на фабрике, пор разрядом. Значит, это специалисты как минимум четвертого, пятого разряда швеи. Высокий. Да, это высокий разряд, если это правильно все делать. Но таких специалистов и готовит это училище. Единственное, что вот она, ну, затянула, не успевала. Лето. Вот здесь строчка. Вот здесь строчка. Строчка-то она же. Сейчас вот ей осталось подвести подклад. Это тоже очень сложно. Это правда? Это помоги ей работать. Помоги, пожалуйста. Она мне объяснила, что она сейчас. Я говорю подводный камень какой-то. У преподавателей в училище, я ей говорю, будь в училище каждый день, подходи с каждой строчкой к преподавателям. Ни один преподаватель ее не оттолкнет и не скажет, что иди ты отсюда, надоело мне на глазах. Никто так не скажет. Ей нужно просто почаще быть в училище и работать там на машинах. С восьми. Машины там есть с восьми утра. Да. Почаще, пораньше приходить в училище до занятий, после занятий между парами. Так что, используй эту возможность. Не ягод на ваку, когда я подняла до школы. Это ей самой надо почаще крутиться, так сказать. Шить она может. Ей нам поможет шить. Мы с нею сшили пальто летнее за это. Юбку, она вот сегодня в этой юбке пришла. Она в том изделии, которое нужно ей сдать. Она сказала, вот она, юбка на ней сейчас. Ну-ка, покажи. Ну-ка, давай. Осталось ей... Ой, какая красавица. Какая-то наплакка. Ну, я бы не сказала, конечно, что это красавица, что это самое лучшее. Нет, но это простая. Ну, то, что юбка не простая. Карманы, карманы есть. Юбка не простая. Это то, что ей нужно защитить. Ну, то есть, для защиты пойдет она, да? Защиту она уже зачет по этой юбке получила. И летний пальто, жакетик, вот то, что мы снищили, она тоже зачет получила. Осталось одно, где-то... То есть, вот это вот, жакет теперь, вот это вот нужно, да? Да, да, да. Ну, жакет у нее, она не покажет, у нее рукав маленький. Ну, это рукав, она может любому не подойти к преподавателю, любому. Или рукав, значит, там, боковой, зашить боковой, убрать повыше, сделать плечевой. Ну, на подкладе, вот у нее какой-то косяк скроем, там, я поняла, что трой шевелки. Так получилось, что из-за того, что у меня небольшая основная фигура, я так не могу подвести рукав. Я его несколько дней водила, водила, чтобы он садился. Делай, не води из училища, пока ты там пройму эту не заработаешь. Я уже все втачала рукава, но я все втачала эту строчку. Давай, доделай. Понятно, что эта строчка, она нелегкая. Татьяна Александровна, просьба к вам держать на пульсе ситуацию. Это первое, помогать, как можете, сестре, вот тут близкой. Летом я пробовала, вот уже, когда я нафа переехала, я говорю, ну да, когда, ой, мне некогда. Сегодня тетя работает, сегодня тетя... Вот этих вот, чтобы не было. Вот тебе предлагают ничего, беля, не поняла? Я пробовала к этой тете прийти, а Анна говорит, тетя категорически возражает, чтобы кто-то к ним приходил. Понятно, теперь ситуация изменилась, и Павла не возражает. А мне тетя приходи вообще на чудо. Да, вот так вот. Помогите, возвращаемся к вам, помогите, держите ситуацию на пульсе, чтобы у вас... Тетя вообще нашу общину не любит. Этот подклад был сделан. А, в общем, не любит. Тетя наша вообще не любит, она подговаривает, иногда шеф говорит то, что... Не шеф. Ладно, Станин Софью Юрьевич подговаривает. Тетя Наташа ему постоянно говорит, что зачем мы ходим в эту общину, не надо вообще ходить в эту общину. Пускай в московскую метрополию ходит. Чуть ли не каждый день ему звонит и насчет этого говорит. А он и объясняет. Он объясняет, что наша община уникальная. Разница есть. И на технике показывает ей того. И читает ей. Поля поднимала руку. Хотела что-то сказать нам, да, Поля? Давай. Давай, говори, Поля. Мы слушаем тебя, Поля. Поднимала, поднимала. Хорошо учишься-то ты? Пятерки есть? Пятерки есть, пятерки? Хорошо пятерки получаешь? А? Пятерки есть. Не знаешь? Не радостно тебе, когда тебе пятерку учить не ставить? Молодец. Не ставишь учить. Сергей Павлович, слово. Благодарю за маритву я путешествовал. Вчера у меня не было на футболе. Ездил на соревнования в Бейск. Две золотые, четыре серебряные медали привез. Гордость. Молодец. Гордость. Маленько, что сидел. Ясно. Тебе скоро на спину будут, как Брежнев, увешать награды. Ты знаешь про Почеляевских, когда они приедут? Десятого сказал. Звонил сегодня утром Игнадий Тихонович, просил денег ему закинуть, а я потерял карточку. Заблокировал ее. Там на деньги на карту. Деньги мог потерять. В общем, нужно Володе закинуть деньги, чтобы до десятого у них там интернет был. Кто смотрит? Сколько? На Володину карточку? Да. По телефону, по Володиному телефону, короче. Сколько? Нет. Не по Володину. Сколько нужно? А как? У него плохой телефон. Тысяча рублей, наверное, сколько там? Там рублей пятьсот. Или пятьсот. Пятьсот рублей на карту Володи. Ну, у него к телефону привязана карта? Нет. Нет. Это значит, что ему звоните, брать карту. Ему надо звонить, он смс-ка скинет номер. Ему надо перевезти просто это все. Понятно. Сделаем. Андрюша, что там с кормом для голубей? Завтра привезу. Завтра привезу. Хорошо. А корм для голубей как понять? Мы знаем. Зерно? Корм для голубей. Еще какие вопросы решили мы? У кого есть слово? Просьба, благодарение? Ну, я не поблагодарил за молитвы. Благодарю, кто молился за меня. Потому что, ну, я быстро. Сначала что-то тяжкое было первый день. Я даже думал, думаю, ну, что такое так тяжко-то. Сказали, ходить, а я не могу. А потом, через день, короче, когда мне дали поесть немного пюре с куриным фаршем, я поел, и вдруг энергия как прилила, и я чики начал белье. А там Люда еще была. Люда Инчук мне сильно помогла. Она ходила мне, приносила, и разговаривала со мной. Много разговаривала там о потеряне, обо многом. О многом очень говорили. Она меня, в общем, заговорила нашими духовными разговорами. И я прям приобретен. Да, водичком. И в тот самый момент, когда я только хотел выйти к ней с ответным визитом, где там она лежала на третьем этаже, она выписалась. Все. А тут, это, и тут я воспользовался, значит, ситуацией, что Виктор Андреевич пользуется огромным авторитетом там, в этом деле. И я подошел к своему хирургу и говорю, вы отпустите меня домой. Потому что в эту ночь я до такой степени выздоровел, что начал нормально спать. А нормально спать, это значит, я вибрирую. И вибрирую так, что... Да, сильно вибрирую я. Что это за? Храплю. Ну, в общем, нормально, вибратор у меня стоит внутри какой-то. Как у котов, знаете, они мурчат хорошо. А когда я мурчу, то всем плохо. И я утром просыпаюсь, а мужики мне говорят, слушай, ты вышел отсюда уже с этой больницы, а то она рухнет. Я говорю, все, мужики, все. И меня отпустили, меня отпустили, все. И потом все говорят, как так быстро тебя... То есть в среду меня уже отпустили, получается. Только брюшка царапается. И я потом приехал, мне швы сняли, там все, и выписали. Ну, на следующий день там все. Вот так получилось. То есть получается, у меня в пятницу сделали операцию, а в среду уже выписали. Все. Вот так. Ну, я себя чувствую хорошо, кроме того, что пища очень маленькими дозами в меня идет. Ну, это хорошо, с одной стороны. А с другой дозу никак не могу поймать еще. Столько поел. Ну, очень, короче говоря, ловлю. И главное, никаких не дали лекарств. То есть, как бы я нормальный. Только не есть жирного, ну, естественно. Я говорю, я ему говорю, это, Александр Васильевич, обязуюсь, не есть свинину, там, не пить алкоголь, не курить, там, острое, там, он такой, так, подожди, закрыл дверь, сел такой, и такой, садитесь, послушайте. И все сели, и он начал лекцию говорить, и рассказал лекцию, что можно нам тут в Сибири употреблять. И в конечном итоге, ну, к чему он рассказал о соленом сале, что в небольшом количестве очень полезно соленое сало. Вот так вот. И я до такой степени удивился. Я тут уже отрекся, как говорится, во веки веков от этих поганных рюшек. Оказывается, соленое сало для нас, особенно сибиряков, это наш, как бы, такой природный. Стратегический. Да, ему дети очень много калорий. И главное, что полезно, и вот им... Сало едят не только украинцы, хохлы, но и немцы тоже едят. У немцев, это у детей, даже они по маленькому кусочку... Да, по маленькому, давали вместо соски. Вот такие вот дела. Так что, ну, а жареное, там, термически обработанное, это все исключить полностью. А отварное только, да? Отварное, пар, можно печеное еще, да. И главное, там еще этот момент, что растительное масло употребляет только холодного отжима, вот которое с запахом, то, что Игнатий всегда говорит, вот это. А которое чистое, оно, говорит, уже нагретое, это, говорит, можно попасть, говорит, опять на холециститы и так далее. То есть вот эти бляшки оттуда идут все отсюда. А да, еще хочу сказать, свиное, вот эти вот жиры, животные, если их нагревать, вот это жарить на сковороде, там все, они попадают в кровь и в крови никогда не растворяются. Плавают прям молекулы жира у вас в крови, понятно? И потом отсюда происходят все болезни. Поэтому никогда вот не пережаривайте шкварки. Вот Игнатий Игнатий говорил про своего отца, он любил шкварки. Оказывается, вот она, где причина-то могла быть главная. Вообще, при жарении жиров, вот при животных жиров, образуются так называемые 3-4-5-бенцеперены, которые являются канцерогенами. То есть они способствуют возникновению опухолевых процессов. Желудок, весь желудочно-кишечный трах, прежде всего. Это печень, это весь желудочно-кишечный трах. Лучше на пару? Да, лучше всего на пару. Лучше всего, да. На пару. Ну, пельмени, допустим, там, лампы, это все. Можно я немножко про Наташу расскажу? Да, да, про Наташу. Я хочу вам немного рассказать про Наташу, приходь-ка, про Валеру, я так вскоре сказала. У него сейчас тяжелое состояние, он дома. У него сильная боли. Сокольский? Да нет же, Наташа, приходь-ка, муж. Боет? Да, не Сокольский, слава богу, не Сокольский. Да. Долго переходите. У него боли, у него кровотечение, это у него теперь это постоянно. Наташа, слава богу, сдала на водительские права. Слава Христу, Валера. Да, потому что ей это жизненно необходимо теперь, ездить на автомобиле. Валера иногда не может, просто останавливается от того, что у него боли. Вот, но Наташа теперь с правами и может платить, слава богу. Также они ездят с детьми на работу. Плюс она дома учит детей. В школу они в государственную группу пытались повезти, но там... Становка, конечно, не как в наших государственных школах. В России сейчас тоже многие переходят на семейное обучение. Да, будто она пока что, пока есть силы, возможности, она учится детей сама. Двое они уже учатся, один еще мальчик не учится. И молитесь за нее. Она тоже, помните, она всегда тоже здоровья мне особо, да. Отвечалась. И сейчас это еще больше. Ей тяжело и плюс хроническая усталость. Молитесь за ней тоже. Молимся передая ей поклон. Мы помним и молимся о деятельности постоянно. Она благодарила, когда у Валерии легче стало. Она всегда благодарит за молитвы. Вы знаете, что она благодарна Вам за все Ваши молитвы, за Ваши переживания. А мы ей благодарны за все, что она сделала здесь у нас, и по Тверяевке. И всегда помним о ней, о ее детях Валерии. Да. Так что, спасибо, Господи. Господи, хочу и сию. Я вынесу. Ну и вот сейчас сестра тут мне напомнила, что мы молились, а мы молимся, чтобы еще больше усилий молитвы. о наших близких, которые которые не отличаются верой, у которых вера слова, которые отошли или уже отходят, о детях, о внуках. все страшно спросила о своих внуках молиться, о моем сыне, о внуке, о внучке. Как у сына это было? Слава Богу, учится. То есть он выписался из доноски, чтобы они... так, ну слава Богу. Ну и слава Богу. А можно тоже о детях? Да. Еще немного подержу ваше внимание о наших детях, о всех детях. Не касается прям моей семьи конкретно, а моей тоже. О всех наших детях. Вы видите, они все на глазах у вас выросли. Но вот кого не затруднит, молитесь, пожалуйста, о них, чтобы Господь дал рождение свыше. Рождение свыше. Вот сестра, мы разговаривали с той сестрой, которая просила, внуков молиться. Нет рождения свыше. Не видно это в детях, в глазах их не видно. Они ходят, потому что мы ходим. Дай Бог, чтобы они ходили, когда нас не будет. Вот дети дрогат ходят, мамы нет, они сейчас ходят. Слава Богу. Но вера, это, видите, это нечто... Это дар Божий. если не передается. Это дар Божий, да. По наследству не передается. Мы показываем в своих примерах. Читаем Слово Божие, толкование святых отцов. Но Бог дает веру. К сожалению, мы тоже бываем. Бывает так, что, наверное, все-таки соблазн подаем. А соблазн подать очень легко. Можно, как бы, своим наблюдением. Я постоянно об этом думаю. Не поверите, с 2002 года у меня это идет. Как Господь мне, ну, Господа пришло мне, чтобы мы занимались детьми. Это первые дети у нас появились. Я думал, молился, я так понимаю. И мне еще там в тайге это пришло. Я приехал и тогда начал искать, как бы, заниматься с ними. Ну, и вот, вы знаете, что я занимаюсь? Насколько могу. И мне такое пришло. Я думал о рождении свыше. Так как я сам рожденный свыше, то я понимал, что для того, чтобы родиться свыше, нужно нагрешить, как ни странно. Понимаете? Но я, у меня такой опыт, что только через грех. Я столько нагрешил, что, но еще до того, как я начал понимать, что такое грех, я уже тогда начал думать о том, что что-то не так в этой жизни. У них, они в этом родились, в вере. Понимаете? Вокруг верующие люди. Вы говорите о примере. Да, пример это важно. Да, очень важно. Но они они и не поймут, какой пример до конца положительный, какой до конца отрицательный, потому что нету еще опыта багажа жизни. И я подумал, помните, как это вот Игнать Тихонович нашел у Игнатия Бринчанинова о благодати, что благодать-то рождение свыше делится на благодать призывающую, благодать обращающую, и благодать освещающую, то, о чем мы все время это видим на глазах. Вот батюшка крестил Илью Узины. Крестил, вот это, мы это увидели все. А где она призывающая и где обращающая, призывающая еще можно нам понять. Мы сами призываем, мы трудимся, сестры там, все братья, ну как, и с детьми, когда, даже не для детей же мы говорим, а вере-то. Вот дети сидят просто смотрят на это все. И остается теперь вот эта благодать центральная, которую не поймешь, она пришла или не пришла, обращающая. Но вы вспомните себя, как было. Вот, допустим, ко мне пришла благодать призывающая, а обращающая пришла только через три с половиной года. Когда я попал здесь и на занятиях у Игната Тихоныча, когда Игнат Тихоныч призывал, говорил о Христе, о пролитой крови, что мы всем обязаны Господу, и без этого не будет спасения для нас, раз мы не признаем Его великий подвиг, тут то, чего Он сделал. И ко мне пришла благодать обращающая. И после этого я получил крещение. У детей несколько наоборот, они получили крещение, и как бы теперь им даже там можно палец о палец не пить. Но они этого не понимают, вы понимаете, что у них уже все сделано. То есть бы они сидели, почивали бы на лаврах, ну мы уже крещены, и все. Но постоянное движение наше, оно не дает им спать. И поэтому они ходят. Они ходят не потому, что они обратились ко Христу, у них обращения еще нету. Но они призваны, понимаете, они услышали призыв. И это их держит верующими людьми. Они верующие, но не обращенные, но просвещенные и крещенные. Такой каламбур могли устроить только православные, больше никто. Это вот мои такие размышления, понимаете. И поэтому назвать их неверующими ну нельзя. У них просто не хватает именно обращения. А обращение это такое дело, вы сами вспомните, чтобы обратиться ко Христу. Рождение, вот именно то, что мы называем рождение свыше, но оно, видишь, как Игнатий Бринчинин его разделил, и нам теперь легче уже как бы ориентироваться. А так просто скажи рожденные свыше. Нет, нерожденные. А если разбирать все, верующие, верующие, а что верующие нерожденные? Если разговаривать с московской патриархией или с людьми, которые не понимают, вообще с неверующими, они вообще нас не понимают, они думают, о чем ты? Даже я говорил об этом, они просто смотрят меня, а потом, а это, а я вчера вот печеную печенку ел, гусиную. Все. Ну то, что он узнает, о том и говорит. А вот люди, которые верующие, они просто думают, что мы какие-то заумные или какие-то сектанты. А вот сектантами начни говорить, а им это понятно. У них постоянно это идут. Но, так мы это и видим, вот, сертлы здесь у нас. Ну да, ты просто ходишь, а вот матери-то нету, они же ходят, понимаешь? Поэтому я немало не сомневаюсь, что если бы даже, допустим, тебя не было, они бы сходили с отцом, молились, и они думают, что они бросили бы тут же бы все. Нет, не было бы этого. Спасибо, Христос, брат. Слава, Женщину. Так, а вот возьмите Виктора Андреевича, Никиту, он сколько он ходил, сейчас не знаю в последнее время, почему он не ходит, а так-то он постоянно же ходил. Спасибо, Христос, брат, только я тебе хочу сказать, что, и не только тебе, хочу сказать, что несколько такая опасная была фраза, что они пока не нагрешат, не возьми рождение свыше. Ну, скорее всего, это 90%, 10% не будет. Потому что мы знаем из жизни православных святых, которые были рождены, тот же Николай Чудотворец, Николай Чудотворец, он уже от рождения был рожден свыше, и состав только одну правую грудь, и в определенные дни, и все прочее. Рождение свыше было уже изначально. Это первое, Да, Сергий Радоничский. Поэтому, чтобы не было у детей такой мысли, что нужно нагрешить, а потом я буду рожден свыше. да не это не запомнят, вы понимаете. То есть я говорю, что они не запомнят. Нет, хорошее не зайдет, а плохое может войти. Не дай бог этого. А это потому, что они не понимают, Надежда Андреевна Греховича, он сам приедет. Я уже выяснила. Я вот так вот, ну как сказать, вылываю часто у Нелли Алексеевны. И помолитесь, пожалуйста, о ее здоровье. У нее сейчас, вот я не знаю, почему-то такое резкое обострение. Она по квартире ходит с ходунками. И с костыльком может только встать с костыльком. Ей постоянно нужна чья-то помощь. Она просила поблагодарить за картошку, за то, что Андрей там и Сергей постоянно бывают, постоянно ей что-то оказывают, привозят продукты. Слава Христу! Помолитесь! А медицинская помощь она получает? Дочь здесь у нее живет, но дочь работает тоже, она не может весь день около нее быть. И Нелли Алексеевны еще ухаживает за больным сыном, который парализован и лежит. О! 20 лет. Ему сейчас уже сыну 47 по-моему. Он в 20-летнем возрасте вот у него случилось такое. Ну и вот ей ухаживать за сыном нужно постоянно, Нелли Алексеевне. И сама она требует помощи. Вот у нее вот такое очень критическое положение. Дочь вынуждена работать у нее еще до стажа, там ей несколько лет, до пенсии нужно отрабатывать. тоже стаж у нее небольшой, где она была в союзе. Пока она ездила там по заграницам, значит у нее выпадает вот этот период. И теперь она вынуждена работать. Поэтому без работы она не может и Нелли Алексеевне требуется постоянная помощь. Практически ежедневно нужно что-то ей. Сколько я могу, я помогаю, но я считаю, что это моя такая мизерная маленькая помощь. Имейте ввиду, помолитесь о ее здоровье. Может быть не только молитву, но и какая-то такая физическая помощь. Ну, физическую помощь, уборку квартиры делает полностью ее дочь. Значит, это она такая работоспособная еще, но все равно молитвенную помощь надо, чтобы еще мир в семье. Мир в семье? Да. Ну, потому что вот Сергей дочка неверующая или что? Нет. Она верующая дочь, она ходит в раб. Ну, понятно, куда еще. Сын, значит, поскольку у него такое псевдическое заболевание, он постоянно всем чем-то недоволен. Нелли Алексеевна перед ним там на цыпочках ходит, а теперь уже и сама ходить не может, в общем, ну, тяжело, конечно, бывает. А, он еще сын, я-то думал, парализован напротив. Сергей, который он не двигается, лежит совсем. Нет, почему, он до туалета еще доходит, но в остальном, остальное... Но он в разуме? Ну, то есть не парализован до конца. Он мягко выражается, да, в разуме. Он понимает, он кричит матери, если что-то там до тех пор, пока она не подойдет, соседи сверху... Она постоянно молится о здравии. А нам нужно молиться, чтобы Господь разумил его, конечно. Не об здравии, а об обращении. Поэтому она все время пишет записки о здравии. Надо писать об обращении, чтобы Господь его разумил, чтобы он принял Господа, и так далее, легче будет и ему, и ей. Так что мы в этом будем молиться. Вот парализованный был Сергей. Сергей его зовут. Козлов Сергей был парализован, так парализован. Что там говорить? Так, ну и хочу поблагодарить вас за ваши молитвы о моем тесте Виктории. Молится вместе с нами. Ой! Крестное знамение наконец научился совершать правильно. Как Таська. Таська только бахает. И тоже тоже скоро уже будет нормально молиться. Приходит, молится, уходит, молится. А Виктор Дмитриевич он ходит гулять, придет с улицы, зайдет, перекрестится, крестит. У нас прямо перекрестится, значит, поблагодарит Бога. Ну и когда после, если он там один, вот благодарный такой, вот если он поел там без нас, обычно мы вместе тропедничаем, а тут если он тропедничает один, то он там поблагодарит, а потом непременно придет, еще похлопает, плечует, поблагодарит, что все вкусно, всегда все вкусно, всегда все вкусно, все довольны, не привередливый дед, поэтому, слава Богу. И молится, ну вот, все, у него эти полковники перетачивают, Комсомольская это правда, это радио, Комсомольская радиостанция, Комсомольская правда, и там это полковники эти, Баранец, Баранец, там этот военный ревел, полковника Баранца, вот он с этими Баранцами всю эту политику, все, вот он слушает без конца, все это вот у него остается, поэтому я купил ему приемник такой, где можно будет вставить флешку и слушать записи, поэтому собираюсь дать ему там какие-то, да, другую пищу, духовную, дай Бог, чтобы он принял это. Ну, естественно, у него остаются все эти связи со своими бывшими сотрудниками, со служивцами, переписка, у него там весь перечень всех дней рождения всех своих сослуживцев и все эти перезвоны, и все это у него там остается. Оторваться от той жизни, которая была, он не может пока, да, и не скоро это случится, если Бог даст. Ну, Господь дает ему жизнь 92 года. Да, даст. Дает годы и нельзя, наверное. крестное знамение хотя бы делает. Ну, он говорит, благодарит Господи, благодарю Тебя, Господи, и тот же благодарит и Вас благодарю. То есть, он благодарит, он все время говорит об этом. Это хорошо. Да, даже если он один там садится, он объединяться на тело. Есть ли цари? Это большая редкость, когда благодарят. Да. Именно они очень благодарят. Им они спасибо, спасибо все. А он крещеный? Когда благодарю, это вообще. Там сложно сказать, скорее всего, нет. Он так, погруженный был, погружение было. Кто-то там из бабка его или кто-то там в станице было, это же на Кубани. 92 года. Так он не воевал, не зацепил? Нет, да? Не успел. Он рожден 31-го, ему поставили первого. в 28-м году, поэтому он не успел. Не попал. Не попал. Брат его воевал. Отец тоже воевал. Но Надя его пододвигает к крещению? Ну, о крещении там все равно речь вести. Это сложно. Ну, тем не менее, слава Богу, Господь дает ему возможность еще. Он выходит на улицу теперь у нас, гуляет там по часу, по два гуляет. Один гуляет, да. С костылем? Не один с костылем. Еще можно, я забыл совсем. Как помолите, чтобы Господь говорили. У меня, увидите, какое состояние, и картошку я не успел выкопать. И вчера приехали у меня Ваня и Фрося и выкопали картошку. Ну, там немного, но нам как раз 4 получилось. Вот они покопали, невзирая на непогоду там, слава Богу, Господь. И невзирая на обличение. А они, наоборот, радуются даже. Мне даже кажется, что для них какая-то терапия. Есть, знаете, поркать терапия, а тут всего лишь словами. Ну, это разве ничего такого? Ну, сказал, не играйте в игрушки. И что такого? Это же я не знаю. Так, завершаем. Теснотение, трапеза и занятия. Благовестие. Благовестие. Да, стою. Раисе, всякого истину, младший дитя Богородицу, признавлаженную и принепорочную, и Матерь Бога Матчего, честнейшую Херувим, и сомненьшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от внутренних распорей, от беззакония, которые втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Лидей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы Божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави за суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а в Волочи. Господи, научи нас самикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. И я хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.